В Ненецком округе рассмотрят возможность обеспечения инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним отдельных категорий граждан, детей до 8 лет, беременных и кормящих женщин, страдающих сахарным диабетом. Такое решение было принято на заседании комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике. Поводом послужило обращение к парламентариям жительницы округа, страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом. Подробности в следующем сюжете. В 2012 году в Ненецком округе началась реализация программы «Сахарный диабет». Она предусматривала установку инсулиновых помп больным сахарным диабетом и выдачу бесплатных расходных материалов к аппарату сроком на один год. Предполагалось, что далее пациент будет закупать лекарства самостоятельно. Однако стоимость содержания инсулиновой помпы оказалась слишком высока. С такой проблемой столкнулась жительница Ненецкого округа. Об этом она написала в своем письме депутатам окружного собрания. У меня сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый. В 2013 году по окружной программе мне бесплатно установили инсулиновую помпу и выдали расходные материалы к ней, необходимые для ее функционирования, из расчета на один год. Врач-эндокринолог предупредил меня, что впоследствии расходные материалы мне придется приобретать за свой счет. При этом стоимость обслуживания данной помпы, стоимость расходных материалов, составляет, по самым скромным подсчетам, 20 тысяч рублей в месяц. Данная сумма соизмерима с моей месячной зарплатой. Бюджетные деньги потрачены. А по факту люди не в состоянии самостоятельно оплачивать расходные материалы и вынуждены отказываться от этих помп, возвращаясь к более бюджетным способам введения инсулина. По информации Ненецкой окружной больницы, инсулиновые помпы установлены восьми пациентам, в том числе пяти детям. Инсулиновая помпа представляет собой небольшой аппарат, который работает на батарейках и вводит определенную дозу инсулина в организм человека автоматически. Необходимую дозу и периодичность устанавливает в памяти прибора. Несомненно, что такой высокотехнологичный аппарат удобен для больных с сахарным диабетом. По информации Сергея Свиридова, сегодня в регионе проживает 18 детей, больных с сахарным диабетом. Взрослых намного больше, а обслуживание одной помпы в год обходится более чем в 300 тысяч рублей. Это дорого как и для самого пациента, так и для бюджета Ненецкого округа. Альтернатива помпе – ежедневные инъекции инсулина, инсулиновым шприцом. Государство по программе госгарантий больных этих категорий обеспечивает бесплатно. Это лекарства и шприцы. Инсулин, он одинаковый что в помпе, что в шприце. По информации Сергея Свиридова, за 2016 год в рамках региональной и федеральной льгот больным с сахарным диабетом было выписано лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. За неполный 2017 год на сумму чуть более 12 миллионов. Помпа как раз нужна для тех категорий населения, которые могут забыть вовремя поставить соответствующую дозу лекарства. То есть в основном это дети, но вот мы еще к такой категории риска относим беременных и кормящих женщин. Но там немножко другая причина, то есть там могут быть с медицинской точки зрения определенные изменения. До 1 ноября профильный департамент просчитает возможность обеспечения инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним детей до 8 лет, беременных и кормящих женщин, страдающих с сахарным диабетом.